Я точно не программист. Мы с моим партнером взяли бетономешалку. От необходимости иметь опыт никуда не уйдешь. Ты обучаешься красить и продавать. Это же IT, это безумно дорого. Я даже не думал, что настолько дорого. Больше 600 квадратных метров производства, больше 1000 единиц в месяц стандартной продукции, которую мы могли производить. Мы планируем рост в 10 раз. Этот бизнес стартовал на 100 долларов. Я был супер закрытым, супер зажатым, очень закомплексованным человеком. Давай остановимся, это круто. Стартовал, начинал, что-то не получалось. Ты не можешь быть идеальным. Много лет работал профессиональным фотографом. Если ты не получил деньги, то дайте мне опыта. За кассового разрыва умирает порядка 90% бизнеса. Финансовая модель это инструмент, который позволяет понять, сколько денег тебе нужно. Друзья, всем привет. У нас новый выпуск на канале. Хочу вам представить Сашу. Всем привет. Это, по моему мнению, необычный человек в связи с тем, что он запустил IT-стартап, который отличается от всех, что есть в Украине. И он, наверное, единственный, который есть в Украине, потому что у него нет конкуренции. Ну, дальше он расскажет об этом. Но суть в том, что я хочу показать его подходы, его команду, как он вообще в целом работает, чтобы он поделился этим, насколько это было сложно ему развивать и запускать этот стартап, из чего он запустился и к чему он идет дальше. Поэтому подключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и поехали. В общем, Саш, расскажи, пожалуйста, как ты очнулся айтишником. В какое время года, в какой день, почему у тебя так произошло и что тебя привело вообще в IT? Расскажи о своем проекте немножко, поделись, с чего ты начал и как ты вообще, вот, ну, у тебя вдохновение было, ты играл на пианино, знаешь, как кто-то говорит, меня вдохновило, я встал и начал создавать бизнес. Или ты создал этот бизнес, исходя из какой-то боли клиента? Поделись с ним. Супер, отличный вопрос. На самом деле, можно начинать совсем хоть издалека, хоть и коротко, потому что есть большой бэкграунд, который предшествовал тому, что я очутился в IT-бизнесе. И начиная с моего образования, и начиная вообще с той идеи, почему я в этом бизнесе оказался. Но если начать, допустим, с самого начала, то у меня образование инженерное, соответственно, как бы IT, это не так уже далеко от меня, потому что у меня оптическое приборостроение. И большая составляющая этой науки, это именно программирование. Потому что мы занимались созданием разных электронных приборов, которые требуют, в свою очередь, как раз IT-составляющей, то есть программирование микрочипов. То есть я точно не программист, но я точно недалек от этой сферы, потому что это... А учиться ты начал из-за того, что тебе и хотелось там учиться? Ну, интересна была сама тема даже программирования в рядышком даже с этим. Мне действительно было это интересно, это было релевантно тому роду деятельности, которым я занимался тогда. То есть к моменту поступления в университет я уже много лет работал профессионально фотографом, начиная с 15 лет. Так, как это с IT связать? Очень-очень плавно и очень нативно и интересно. То есть получается как? В 15 лет я пошел в школу фотографии, и с тех пор так сложилось обстоятельство, что я понял, что этим можно тоже зарабатывать. И в тот момент как раз получилось, что это было до 2008 года, еще до кризиса, когда платили везде всем достаточно большие деньги. И, соответственно, даже в фотографии, даже будучи школьником в тот момент, можно было зарабатывать неплохие деньги. С чего, собственно, я и начал, и это, по сути, был мой первый предпринимательский опыт. Это потом плавно трансформировалось на протяжении жизни в ту сторону, что когда стал вопрос выбора специальности, от родителей было обязательно условие то, что это должна быть обязательно техническая специальность. Ну, я просто изначально хотел пойти на режиссера, но мне сказали, что нет, какой режиссер, какой оператор, только техническая специальность. Поэтому я начал искать, что же это должно быть такое, и увидел то, что оптика, именно оптическое преобразостроение, максимально близко из технических специальностей к тому роду деятельности, что я занимался. То есть это вот такое первое соединение меня и вход вообще в техническое составляющее. То есть изначально уже интерес небольшой, и плюс ты уже соприкасался в какой-то сфере, когда еще образование было. И тебе это не родители навязали? Их было желание и твердое мнение, что это должна быть техническая специальность. Я, в принципе, не сопротивлялся особо, потому что понимал, ну, по сути, вся семья технари, поэтому и мне тоже это было не... Я не сильно был далек от этого, в принципе. Но когда встал этапом на выбор специальности, то, соответственно, это был осознанный выбор конкретно этой специальности, потому что она была близка мне по роду деятельности. Потому что я понял, что так или иначе, даже в моей профессиональной деятельности, в тот момент фотографии, это мне точно поможет. И так и было, потому что на протяжении учебы те знания, которые я брал прикладные из мира фотографии, я применял в учебе и наоборот. То есть это гораздо более глубокое понимание того, что я делал в тот момент. Но поскольку специальность очень широкая, то кроме, конечно же, естественных наук в виде физики, химии и так далее, у нас было и программирование. И вообще все, что связано с, ну, как минимум математикой у нас было очень много, у нас было очень много статистики, у нас было очень много именно всего, что связано с IT. Хорошо. У тебя появилось, в общем, у тебя все предшествовало к тому, что ты будешь этим заниматься, тебя интересовало ближе к IT, оцифровки какой-то, фотографии, упаковка, по-любому дизайн какой-то. Дизайн имел место. То есть по-любому какая-то была должна быть упаковка красивая. Это все классно. У тебя оно родилось во время, когда ты понял, что ты хочешь быть предпринимателем. Потому что можно же быть и фрилансером, можно где-то устроиться на какую-то компанию. Когда у тебя вот этот произошел переломный момент, когда ты решил, я буду предпринимателем. Мне это нравится, самому дровить свою команду, бомбить. Ну, то есть вот это. Когда у тебя это произошло? На самом деле я предпринимателем знал, что я буду всегда. То есть у меня даже не было какого-то вопроса, и даже не стоял так вопрос, что я бы где-то на кого-то бы работал. Даже ради опыта. Потому что некоторые хотят даже ради опыта пойти куда-то работать. Смотри, именно так я однажды и сделал. В свое время я был супер закрытым, супер зажатым, очень закомплексованным человеком. Мне очень сложно было общаться с людьми. Но я понимал, поскольку я предприниматель, что мне нужно уметь общаться с людьми и особенно уметь продавать. И что я тогда сделал? Это была моя единственная работа по найму. И даже скорее такой проект был. Я пошел работать в компе, продавать фотоаппараты. Специально, чтобы развить навык? Именно. То есть, нет, конечно же, там и платили тоже. Но это было решение все-таки в большей степени связанное именно с получением живого опыта общения с людьми, продажами. Бомба. Давай остановимся, это круто. Я тебя буду переборить. Да, конечно, конечно. Значит, смотри, какая штука. То есть, Саша говорит о том, что ключевая вещь, чего-то у него не хватало. Вот посмотрите, проследите за тем, чего ему не хватало. Он понимал, что он будет предпринимателем. И он понимал, что без навыка продаж вообще невозможно никуда добраться. Просто невозможно. Кем бы ты ни был, даже если ты просто становишься уборщиком, если ты уборщик, который умеет продавать, ты точно будешь на уровне. И получается, ты нашел свою слабую какую-то такую вещь, скилл какой-то, который нужно было подтянуть. И ты специально пошел в компе. Да, да, да. Это было абсолютно осознанное решение, потому что я тогда читал книги по продажам. И, соответственно, я понимал, что книги – это все классно. То есть, это все теория, но мне нужен реально живой боевой опыт. Круто. Ну, тогда скажи, какой же произошел все равно переломный момент, когда ты… Ну, знаешь, я мечтаю предпринимателем, я хочу им быть и стать. И вот в момент, когда ты уже становиться им начал. Фотографии, дизайн, упаковка и прочее-прочее. Ты пришел, подтянул скиллы продажи. Где ты их начал применять? Да, расскажу. На самом деле, мы совершенно случайно в эту историю погрузились, потому что, ну, кроме этого, есть огромная, интересная куча всего, что можно рассказать. Следующий мой опыт такой, как бы… У меня было много разных проектов в тот момент, то есть, которые я стартовал, начинал, что-то не получалось, но в итоге я понимал, что это все опыт для того, чтобы… Где-то я учил партнерство, где-то я учил, там, допустим, распределение ролей в команде и так далее. То есть, я понимал, что каждый… Ты сам учился, Саш? И имею в виду, что каждый мой негативный опыт тогда, или не то, что негативный, то есть, каждый проект, который у меня тогда зарождался и не совсем получался… С ошибками. Я в итоге, да, я в итоге понимал, что в этом проекте не совсем было правильное партнерство. Тут было совсем неправильное распределение ролей. Здесь неправильно мы считали деньги. И поэтому на каждом из этих… Ну, опять же, предприниматель получает либо опыт, либо деньги. А можно сразу тебе задать вопрос? Многие тоже допускают ошибки, многие повторяют эти ошибки. Что ты сделал, чтобы не повторять ошибки? Да, и такой вот практический вещь. Обязательно, обязательно должна быть рефлексия. То есть, обязательно нужно анализировать не только свои победы, а еще и свои поражения. То есть, это всегда, я не знаю, тоже я где-то давно об этом читал. Ну, есть такая еще штука, типа, у меня тоже было такое раньше, что ты пытаешься, как бы, ой, ошибку допустил, потом думаешь, блин, в следующий раз не допущу. И в следующий раз ты можешь опять ее допустить. Не по твоей инициативе ты вспоминаешь момент ее вторичной ошибки. И я принял для себя решение, что мне нужно регламентировать. То есть, ошибка случилась, мне ее надо записать. Прям в заметку, в тетрадку. Мне куда-либо надо записать и описать ее решение. Когда я, типа, выношу его в буквы куда-то, оно словно с меня выходит, и я его фиксирую в два раза лучше в памяти. Ну, типа, и он тогда лучше срабатывает. Потому что человеческий организм, он такой, типа, ну, не может все запомнить. Даже на ошибки, если встает. Да, да, абсолютно крутая вещь. И у всех свои для этого инструменты. Кто-то себе самим собой Telegram-чат делает и туда отправляет аудиосообщение или просто сообщение с выводами какими-то. Кто-то просто в желтой заметке в айфоне это записывает. Кто-то в дневник бумажный делает. Абсолютно верно. То есть, у всех свои способы, на самом деле. Но то, что это точно нужно делать, и то, что это помогает, это 100%. Так, хорошо. В общем, ты увидел ошибки с разных проектов, с разных партнерс. Какой-то уже были там несколько студий, что-то ты запускал. Какие были первые такие? Да, что было? Было интересный проект. Мы занимались декоративным щебнем. Декоративным щебнем. Вау. Это тоже... То есть, там беленький камушек, серенький, беленький, красный. Это родилось из бреда. А потом оказалось, что прям целая ниша такая есть. В тот момент товарищ мой работал в компании, и этой компании принадлежал Гранитный Карьер. И просто в разговоре он сказал, что у них куча отсева. Отсев это мелкий-мелкий камушек, который... Я очень хорошо знаю. Он в основном с Гранитных Карьеров, он просто или в дороге закатывается, или в строительство, или просто валяется. Ну, то есть, его избыток. И с ним что-то нужно делать. И тогда, поскольку у меня был бэкграунд... Ну, у меня мама занималась тогда цветами, и всю, по сути, свою жизнь у меня папа со стороны, как бы, технического, как бы, составляющего меня. А мама со стороны творческого и дизайна. Вот. Потому что она всегда занималась цветами, и вот всем этим миром оформлений, там, и так далее, я с самого детства, по сути, там был. Так. Поэтому техническое понимание, как можно сделать из этого бизнес, плюс эстетическое понимание, что это можно применить дальше в индустрии ландшафтного дизайна и так далее, родилось тогда во фразу, так давай этот отсев красить и продавать. И мы с товарищем тогда так и сделали. Мы нашли технологию в Беларуси, ее тогда купили. Эту технологию... Станок купили какой-то еще? Нет, вообще нет. Купили технологию за баснословные 100 долларов, потому что для нас тогда это была большая сумма, и, по сути, мы бы итеративно тоже, возможно, к ней бы пришли. Там специфическая краска должна была быть, там специфическое время прогрева этого бетона, этого щебня. Что мы сделали? Мы взяли бетономешалку у тестя моего, на тот момент он еще не был моим тестем. Залили краски и полетели полотен. Залили туда щебень, залили туда краску, потом это все, это все должно было нагреться с помощью газовой горелки, это все мы делали самостоятельно своими руками. Вообще интересно. Да, и с помощью пирометра, это такой, ну, типа, дистанционный градусник, нужно было до определенной температуры довести этот щебень, чтобы он равномерно прокрасился, потом это все граблями вот так вот разровнять, и потом распасовать, наклеить наклейку красивую и дальше развести по дилеру. Вот, это все началось, как бы, и как раз к тому моменту, как уже это встало на рельс, тогда, когда мы уже и открасили большую партию, и уже, когда были какие-то первые договоренности с магазинами, в которых мы это потенциально можно продавать, да. Да, как раз в тот момент я уехал учиться во Францию. Я всегда понимал, что я буду предпринимателем, я инженер, мне это очень интересно. Упаковка, дизайн, дизайн, упаковка и так далее, да, вот это вот все, весь этот стек, ну, каких-то скиллов. И что получилось? Продажи тоже ты в коем-то начался. Продажи, само собой, конечно, то есть предпринимательский опыт, как-то определенный. Да, и с чего мы начали? То есть, тоже много стечений обстоятельств, но чем мы начали заниматься? Мы с моим партнером создали мебельный бренд. Слушай, ты, короче, камни, фотоаппарат, Франция, бренд, ну, вообще, разные, короче. А, но на самом деле все очень взаимосвязано. Подожди, тогда давай так скажем, можно любой бизнес, если ты научился каким-то определенным скиллам, продажи, упаковка, менеджмент, команды, управление, он применим в любом бизнесе и кажется все ниши для тебя открыты и доступны? Ну, в каком-то смысле можно так сказать. То есть, если мы опираемся на какие-то фундаментальные принципы, то неважно, каким набором нередиентов и каким набором инструментов вы сейчас обладаете. Если вы, ну, как на кухне, например. Супер, это, кстати, им ты скажи. Да. Что важно, по сути, у тебя есть определенные инструменты и инструкции к ним, которые, типа, они 10 лет назад были актуальны, 20, 50 лет назад, они всегда актуальны, ты их можешь применить в любом бизнесе. Грубо говоря, да, то есть нужно понимать принципы. От ниши к нише, от бизнеса к бизнесу, от времени к времени нюансы будут, конечно же, разные. Но если ты понимаешь фундаментальные принципы, это как на кухне с поваром. Если он понимает фундаментальные принципы приготовления еды, то есть вот это парить, вот это жарить, вот это вот там, не знаю, резать и сушить, то какая бы у него ни была кухня, какой бы у него ни было бы там набор сковородок, ножей, он поймет, что с этим примерно сделать. Потому что он понимает базовые принципы. Точно так же и, как по мне, в бизнесе важно, чтобы был набор каких-то фундаментальных умений, которые нужно постоянно и беспрерывно обучаться, углубляться и так далее. В каждой из них должно быть 10 тысяч часов, и их нужно нарабатывать. От необходимости иметь опыт никуда не уйдешь, для того, чтобы что-то делать правильно. Пушка, пушка, прям ракета, согласен, Сань. Ну, набрался скиллов, переходишь в мебельный, поехали. В каком-то смысле внезапно, но в каком-то смысле не внезапно совершенно. То есть мы только что обсудили, на чем это базируется. Инженерная составляющая, визуальная составляющая, фотография, как способ передачи желания предпринимательства. Большое желание построить именно производственный бизнес, потому что мне это очень было интересно. Так, очень крутая штука, согласен. Понимание того, что мы не мебельщики, сразу откровенно говоря. Мы предприниматели, и мы хотим построить бренд. Чтобы это было непросто, ну то есть мы не становимся очередными мебельщиками, мы становимся мебельным брендом. И, соответственно, чтобы тоже долго не копать в эту историю. Генерите клиентов, работайте с клиентами, менеджмент, маркетинг, да, это большее. Это все прекрасно, но это нам еще предстоило обучаться по дороге. Так. Нужно сказать то, что этот бизнес стартовал на 100 долларов. Мебельно. Да, тоже пресловутые 100 долларов нашего стартового капитала, потому что, опять же, не было никакого стартового капитала для того, чтобы создавать этот бизнес. Был предыдущий опыт, безусловно. И на тот момент я прошел очень интересное образование. Оно было шестинедельное. Но одна самая главная мысль, которую я оттуда вынес, у меня было типа, блин, я же не нужно создать бизнес, потому что... Но не могу, потому что у меня нет стартового капитала. И мне сказали потрясающую мысль о том, что стартовый капитал это не деньги. Точнее, это деньги, но это не только деньги. Ваш опыт, ваши связи, все, что у вас есть сейчас, там, машина даже ваша. Можно сказать, что деньги вторичный инструмент, который должен помочь двигаться дальше. Ну, представим себе, нет у меня денег, но у меня есть контакты и связи, и я умею говорить и договариваться, и умею вести переговоры. Я умею продавать. Могу ли я сегодня продать просто за 10 тысяч долларов? И понимаешь, то есть, не всегда, потому что большинство думает, для старта нужны сотни тысяч долларов. Тогда будет какой-то результат. Я противоположным сторонам всегда смотрю. Скиллы, навыки, опыт, боль, ошибки, препятствия. Вот этот труд, он самый самый. Согласен, согласен полностью, действительно, что деньги в данном случае это инструмент. То есть, конечно, это определенный ресурс, безусловно, который, конечно же, помогает. Есть такие бизнесы, ну, типа, в которых ты не можешь без капитала его начать никогда. То есть, потому что нужно дойти до какой-то точки. Опять же, это называется порог входа. Есть какие-то ниши с низким порогом входа, куда ты можешь, там, не знаю, просто где-то обучиться и начать. А другие ниши какие-то тебе нужно, ну, хоть ты тресненный, нужно склад какой-то закупить. Или нужно помещение открыть. Ну, если на такой ты уже заглядываешься, то у тебя есть уже, значит, бэкграунд. У тебя есть какая-то либо мини-команда, либо поддержка, либо там соинвесторы, либо со-партнеры. Ну, то есть, тогда, если ты уже смотришь на какое-то громадное, ты уже кто-то. Но мы же тут сейчас говорим про то, что ты никто. Ну, типа, у тебя ничего нет, 100 долларов. Да, поэтому так и случилось, что мы попали в нишу с низким порогом входа. За счет того, что не так уже нужно было много капитала, чтобы туда войти. Ну, 100 долларов, скажем так. Но, важный момент. Я прям не веду, как, что вы в 100 долларов сделали. Расскажу сейчас, расскажу. Предыдущий опыт весь, то есть, мой инженерный опыт, опыт моего партнера в менеджменте и вообще во взаимодействии с людьми. Потом, наше такое предпринимательский зуд, я это называю, типа, что очень хочется что-то сделать. Так, классно. Концепция, на которой это все базировалось, то есть, кроме того, что, ну, мы сразу понимали, что это должно быть серийное производство, потому что это масштабируемо. Мы знали такое слово масштабируемость, вот, не до конца еще понимали, что это, но, как бы, знали, что такое есть. Потом, обязательно создание бренда, обязательно решить какую-то проблему в бизнесе и обязательно каким-то инновационным способом. Все, это вот те четыре составляющие, на котором базировался наш бизнес. Что из этого получилось? На первые 100 долларов был закуплен первое сырье, то есть, просто первые доски. Так. У меня была машина моя, тогда смарт, был один мой шуруповерт, еще один шуруповерт мы одолжили, и вот это был наш стартовый капитал. То есть, на первые деньги мы купили сырье, сделали из него изделие, то бишь, получилось added value, то есть, типа, добавочная стоимость. Да. Продали его клиенту, имея эту маржу, реинвестировали. Ооо. И оттуда начинаются вот эти вот итерации реинвестирования. Да. Когда, по сути, из ничего, получая шаг за шагом добавочную стоимость. Когда вы вытягивать начали на себя деньги? Ой, очень не скоро, на самом деле. Мы какие-то, ну, мы, во-первых, совсем маленькие копеечки вытягивали, ну, там, хоть на какое-то базовое существование. Прям совсем реально копеечки-копеечки, и это первое. А второе, то, что, ну, нужно было сначала до какого-то оборота это все довести. То есть, нельзя было, ну, даже, ну, смотри, часто бывает такое, что предприниматель какой-то влазит в какую-то тему, зарабатывает сразу же какой-то кусок денег, и, например, этот кусок денег вместо того, чтобы реинвестировать обратно, он покупает там машину себе и думает, как же, типа, блин, заново это все начать. В нашем случае у нас бизнес не подразумевал таких больших заработков сразу. Это было просто, типа, заказик за заказиком, там, на 100 долларов, на 300 долларов, на 400 долларов, на 100 долларов и так далее. То есть, типа, просто маленькие заказы. Поэтому не было суммы, которая брала и приходила. Вот. И что произошло дальше? Постепенными маленькими шагами, тоже, если сильно не углубляться в весь этот путь, хотя там есть что рассказывать, мы дошли до того, что за 4 года больше 600 квадратных метров производства серийное, больше тысячи единиц в месяц стандартной продукции, которую мы могли производить, ну и фактически производили. Как продавали? Онлайн. Все онлайн? Все онлайн. Так, то есть вы уже научились упаковывать лендинги, маркетинг, вы уже тут, походу, все учились. Конечно, походу все учились. Ну, был какой-то предыдущий опыт, но все, конечно, ну, поскольку это, скажем так, первый бизнес, который действительно вот так схватился, заработал и что-то получилось, это вот как раз и был этот проект. Давай перейдем с него в другой проект. Да, что произошло дальше? Как раз приближаясь уже к такому важному моменту, в какой-то момент, будучи, ну, как бы занимаясь уже этим бизнесом, я понимал, я все равно понимал, что это тоже не то, что станет, как бы, ну, это, скажем так, в самом начале, я чувствовал, что это дело всей моей жизни, но потом по мере того, как я образовывался, как получал какие-то дополнительные знания, как получал какой-то новый нетворк, смотрел на каких-то новых людей, я понимал, что я хочу, во-первых, большего, во-вторых, хочу большей масштабируемости, я уже тогда четко понимал, что такое масштабируемость, я хотел быть не привязан географически к определенному месту, потому что производство, ну, на нем нужно жить, на самом деле, вот те, у кого производственный бизнес, знают прекрасно, что ты живешь у себя на производстве, типа, ну, вариантов там никаких нет, да, да, вот, сколько в твоем бизнесе не было времени, ну, там, если ему только не 10 лет уже, допустим, первые года, это твой дом, да, вот, поскольку у меня были очень такие устойчивые идеи переезда, в принципе, в другую страну, я понимал, что вот все эти факторы отовсюду, они должны подвести меня к мысли о том, что пора менять нишу, пора идти в что-то более масштабируемое, пора идти в что-то более интеллектуальное, ни в коем случае, там, не в укор этому бизнесу, но хотелось чего-то такого высокотехнологичного и интересного. Подведем к тому, чем мы сейчас занимаемся. Да. Финансовый учет для малого бизнеса. Мы помогаем предпринимателям ввести финансы правильно. Да. Как это получилось и как это произошло? Почему именно эта ниша? Во-первых, большой опыт Ивана, моего партнера, именно в настройке управленческого учета в бизнесе, потому что его компания занималась как раз аутсорсными проектами. Автоматизация, да? Автоматизация бизнес-процесса. Так. Соответственно, было понимание ниши, что в малом бизнесе хаос в финансах. И это так. Плюс... Он там работал с 1С, видел там... Нет-нет, это были решения как раз кастомные. То есть решения каждый раз под клиента. Все. Короче, было постоянно новое что-то для каждого. Да, да, да. И поэтому было желание перейти в продукт. Потому что это масштабируемое. Количество проектов отдельно взятых масштабируемое, но очень плохо. Вот. Поэтому нужно было перейти уже в что-то более масштабируемое. Итак, как вы подошли к этому? Поделись, как вы пришли к тому, что ты увидел, что Ваня занимается автоматизацией, увидел бардак. Для каждого клиента по-разному нужно создавать и так далее. Как вы пришли к тому, что приняли решение вот именно по финансам? Да, то есть, по сути, это базировалось на предыдущем опыте и на понимании самого рынка со стороны Ивана, потому что он как раз был в этом. Моя со стороны бизнеса, со стороны понимания того, что есть бизнес, есть ниша, есть понимание, как эту боль закрыть. И, соответственно, мы в ходе коммуникаций пришли к тому, что есть смысл создавать из этого продукт. Короче, вы от боли оттолкнулись? Можно так сказать? Конечно. Вы видели боль? Первое, оттолкнулись от боли. Так. Второе, оттолкнулись от бизнес-модели. Так. Третье, оттолкнулись от объема рынка. Потому что, во-первых, понимание того, сколько есть предпринимателей в малом бизнесе, как минимум в Украине. Но поскольку мы говорим про IT-продукт, он сразу же масштабируемый на ровно то количество стран, на которые ты будешь таргетироваться. Так. Вот. Вопрос там уже языков и прочего, менталитета и всего. Конечно. Но, соответственно, ниша должна быть такая, которая одинаково больная везде. Да. Так. И вот предприниматель в малом бизнесе. И я думаю, что если кто-то из зрителей является как раз предпринимателем в малом бизнесе, прекрасно понимает то, что в основном в деньгах хаос. Очень сложно сказать, сколько в конце месяца ты денег заработал. Потому что кажется, что вот типа весь месяц работал-работал, вот та сумма, которая осталась в конце месяца, вот якобы это мои деньги. На самом деле это не так. Да. Это неправильно. То есть, это получится первая ошибка, с которой сталкивается предприниматель. Потом неправильное распределение финансов. Типа весь месяц работали-работали, а денег вынуть себе нету. Или там всем зарплаты заплатил, все аренды заплатил, а себе остается 400 долларов. При том неважно от какой суммы будет оборот. Может быть 20 тысяч долларов, может быть 200 тысяч долларов, может быть 500 тысяч долларов оборот, и ты можешь в 500 тысяч долларов опереться в планку и стоять, смотреть и говорить, слушай, а что мне нет денег? Ну, я думаю, что да, там проблемы чуть другого уровня, потому что все-таки тот, кто дошел до такого оборота, все-таки уже понимает что-то в финансовом учете, потому что ошибки в финансах не позволят дойти до такого оборота, потому что можно попасть легко. Хорошо, какой ты думаешь вот уровень предпринимателя, обороты, к которым он допускает еще ошибки и не умеет правильно распределять их смотреть какие-то календари там выплат дебиторку кредиторку и все прочее какой это уровень предприниматель чтобы было понятно это даже когда человек начнет работать сам на себя от от уровня того когда один сотрудник в компании при этом этот сотрудник ты сам вот с того момента уже начинаются проблемы финансовом учете потому что ты можешь не понимать какой из проектов более прибыльный какой менее прибыльный так просто с увеличением количества проектов увеличением количества сотрудников и оборота в целом эти проблемы только множится начинается все банально с того что непонятно сколько в бизнесе денег обычный портрет малый бизнес расчетный счет лично карточка 1 лично карточка 2 какая-то наличка где-то какая-то касса и принять решение понять можем ли мы еще закупить это сырье или там не знаю можем ли мы вложить сколько-то денег в рекламу непонятно потому что нужно посмотреть на дом счету на другом счету а завтра же нужно платить зарплату или там аренду какую-то хорошо вы запустили сделали пробник проверили его уже пришло к вам первый клиент купил что дальше ваше действие давай тогда начнем с день с денежной истории ну то есть вам вошло во что обошлось сначала этого продукта вот в этом случае это уже достаточно ну достаточно дорогая история потому что во первых я сделал экзиты своего прошлого бизнеса то есть я у тебя был какой-то уже background денежный ну конечно я же переходил в этот бизнес новый финмап потому что ну как бы благодаря тому что продал долю своего предыдущего бизнеса то есть я сделал полный экзит как совладелец вышел из предыдущего бизнеса у меня был определенный капитал мой партнер точно так же он сделал экзит из того проекта в котором он был тогда он кроме прочего в тот момент еще был сооснователем проекта пикс пикс бэкпэк это рюкзаки это цифровые рюкзаки которые управляются смартфоном они подняли на кикстартере и инди суммарно под полмиллиона долларов и вот он как раз один из сооснователей этого проекта он настраивал производство в китае ездил туда жить там короче кучу тоже интересных историй где-то я видел это достаточно успешный стартап получился и соответственно он из него сделал экзит это же был капитал для того чтобы создавать же этот бизнес запустите к вам стартапом уже надо было иметь денежную подушку вы не могли со 100 долларов как ты замените этим образом ну нет как бы имея какой-то опыт и понимание сейчас можно было бы придумать схему когда был бы привлеченный капитал какой-то сторон как тогда объясни вот давай так ну простой человек но он не пройдет может он не пройдет тот путь мебель из конфи там и так далее по не пощупать 10 лет бизнеса как ты и у него не будет запас мощности в полмиллиона долларов или в там в 200 тысяч долларов на продукт на разработку вот он сидит и он там у него есть программирование ну какие-то способности свои скиллы там и так далее со 100 с 1000 с 20000 какой должен быть ну начальная какая-то история когда можно понять и пощупать эти продукт вообще как сейчас ты думаешь если говорить за твой опыт возьмем опыт я понимаю я думаю с какой бы стороны так правильно на этот вопрос ответить потому что очень очень многомерный может быть ответ на этот вопрос потому что все зависит от цели все зависит от капитала которым обладает человек я не говорю про финансовый капитал я говорю про то ну какое у него окружение так какими знаниями он обладает может быть не из этой ниши на из другой но у него по-любому есть уже какой-то капитал хорошо у него есть капитал опыта знания может быть даже в каком-то бизнесе в другом и так далее и так далее. Сейчас у него нет денег на старт продукта IT, но ему это хочется сделать. Да, ну это небольшая проблема на самом деле. Не деньги проблема. Я хочу просто тебя вывести к тому, что надо, ну все думают IT-стартап, значит Саше надо было 500 тысяч долларов, чтобы вообще хоть какой-то лендинг запустить. Ну смотри, такие истории тоже есть, потому что очень зависит от ниши, просто не обязательно это должны были бы быть мои личные 500 тысяч долларов, я мог бы их где-то взять. Да. Вариантов тоже, как в итоге оказалось, много. Потому что у тебя было бы окружение, у тебя была бы поддержка и так далее, ты мог бы просто пообщавшись и сказал там, ребята, 100 тысяч долларов готовы проинвестировать в мой продукт. Ну грубо говоря, да, грубо говоря, да, очень грубо говоря, но смысл такой, да. То есть конечно же IT-это безумно дорого, я даже не думал, что настолько дорого. О, пушка. Это важный момент, да, нужно понимать, но тем не менее. Да. Но это не значит, что прям для того, чтобы зайти в эту нишу, прям у тебя прям лично должно лежать вот так вот типа сколько-то там тысяч долларов, сотен, я имею в виду тысяч долларов для того, чтобы войти в эту нишу. Ага. Поэтому, поэтому очень многомерный может быть ответ опять же на твой вопрос. А попробуй ответить. Человеку, который только... С чего начать? Грубо говоря. Начни с того, что ну с какой суммы можно начать, попробовать, потестировать IT-продукт вообще, запустить в рынок, запустить какой-то MVP коротенький, протестировать, понять сколько он проживет, как он выживет, на основании чего его можно оттолкнуть, с какой суммой можно определить, проанализировать. Потому что ты по сути на старте платишь за анализ, ты смотришь на рынок, на объем рынка, на нишу и так далее. Ну то есть люди хотят понять, с какой суммы ему вообще можно. Ну 10 тысяч долларов он накопил. Хорошо. Смотри. Я бы тогда, наверное, ответил бы чуть-чуть по-другому. Все-таки не с точки зрения суммы, а все-таки нужно отталкиваться от того, если вы видите боль, если вы видите определенную нишу и если вы считаете, что эту боль в этой нише можно закрыть именно IT-продуктом, и еще вы хоть примерно понимаете, что ваш способ, которым вы собираетесь закрыть эту проблему с помощью IT-продукта чем-то лучше, чем существующие IT-продукты, которые закрывают уже эту боль, вот только тогда нужно принимать решение о том, чтобы погружаться в мир IT-бизнеса. Не из-за того, что это какой-то секси и очень модный бизнес и типа ты IT-чник, значит это круто. Нифига подобного. Нужно отталкиваться вообще не от этого. Конечно, если во главе лежит желание создать именно IT-бизнес, то есть просто хочется, не знаю, хочется, то все равно нужно отталкиваться не от суммы старта, не от как бы вот этих всех вещей, а конечно же от боли, от ниши и от того, как ты это будешь делать. Это круто, но ты не дашь ответ мне никак с какой суммой. Тут я понял, нишу ты понял, боль ты понял клиента, ты уже почувствовал. Ты видишь, ну к примеру, это не финансы, это еще какая-то ниша, к примеру, я хочу, чтобы веник сам мел по коридору тут ездил. Окей. И мне нравится с телефона его запускать, он тут, ну там, понимаешь, ну то есть я пощупал и вижу, что мне в офисах нужно там 5000 офисов обслужить только в Киеве образно и мне нужно запустить такое-то приложение или и мне нужно понять, сколько мне готовить денег. Хорошо, посмотри, элементарно. Прямой ответ. Для этого есть инструмент, называется финансовая модель. О. Именно с нее и нужно начинать. Окей, мы типа определились с тем, что, допустим, есть поль, есть рынок, есть желание IT, нет понимания, сколько на это нужно денег. Как это вообще понять? Окей, что мы делаем? Создаётся финансовая модель, это абсолютно понятный инструмент, его некоторые называют еще бизнес-планом, но по большому счету, когда говорят бизнес-план, в моей голове имеется в виду бизнес-модель и финансовая модель. То есть те две вещи, которые тут ты понимаешь принципы, а тут ты понимаешь, как это реализуется все в деньги. Потому что, как бы, конечная цель бизнеса зарабатывать деньги. Чтоб там кто не говорил. Вот, конечно, есть там большие идеи и все прочее, но если мы говорим про какой-то старт и про основную идею почему люди идут в бизнес, это все-таки зарабатывание денег. Вот, соответственно, финансовая модель это инструмент, который позволяет понять, сколько денег тебе нужно. Запущена уже у тебя система, у тебя уже в команде сколько сейчас работает? Сейчас 22 человека. 22 человека. Ну, то есть вы же в какой-то промеждах времени пришли не за один день, ты собрал команду. 22 человека. Кстати, у Саши все работают удаленно. Да, да. У нас нет офиса, никто не приходит в офис, я в основном работаю дома. Ты приходишь в офис, потому что меняешь просто обстановку, коворкинг, ты принципиально не хочешь работать, все команды в офисе. Дело в том, что мы изначально, то есть, да, изначально у нас был офис, он, кстати, был тоже в коворкинге, вот, потом мы, конечно, арендовали тоже, типа, отдельно взятый офис, но потом так получилось исторически, что сначала у нас один сотрудник появился на аутсорсе, потом еще один, потом третий, потом, ну, прям уже люди начали работать на постоянной основе, но тоже как бы удаленно. В итоге у нас остался один сотрудник в офисе к тому моменту. Плюс тогда я уезжал из Украины, тогда мы с женой уезжали в Америку, и когда я вернусь, я не знал, соответственно, в офисе в итоге остался все эти один человек, и то чисто потому, что, ну, вот, нашему сотруднику она не знала, насколько ей будет комфортно работать дома. И, соответственно, поскольку я, в принципе, уже был не в стране, ну, как бы собирался уезжать вообще из страны. И при этом работал уже онлайн. И при этом, конечно же, да, работал онлайн, поэтому и, как бы, мы определили, что нам офис, в общем-то, и не нужен. Давай поговорим про какую-то бизнес-модель, финансовую модель в целом, чтобы понять, ну, когда он окупается этот проект, когда ты почувствуешь 22 человека, вам надо вырасти до 100 человек, чтобы он уже пошел в окупаемость, ну и так далее. Ну, если не говорить просто про цифры, а в целом за проект. Да, смотри, как раз вот инструмент, финансовая модель как раз и помогает это все подсчитать и посмотреть. То есть, вот как мы говорили, что есть какое-то определенное количество постоянных затрат, которые есть в этом бизнесе, или есть, которые на старте этого бизнеса, которые нужно сразу это понимать, чтобы понимать, какой запас денег должен быть. Есть какое-то понимание, когда это начинает окупаться, или когда это потенциально должно окупиться. и, соответственно, когда количество денег, которое приходит в виде выручки, превышает те ежемесячные затраты, то вот и наступает момент окупаемости. Вот. Интересно сказать, что как раз... Время это когда? Ага, тут зависит от проекта. Зависит от того, сколько вам нужно денег на разгон. Ну, если взять вот твой проект, сколько он там, год-два. Операционно прибыльными мы стали где-то спустя, наверное, ну, наверное, минимум года полтора, а то и два. Вот где-то так. Я сейчас точно цифры не помню. Но это был процесс постоянных тестов, постоянных итераций. Мы очень долго... Понимаешь, одно дело создать продукт. Глобально это не самая большая проблема. Самая большая проблема правильно с точки зрения маркетинга прокоммуницировать и доставить до своей целевой аудитории ту ценность, которую вы несете. Пушка. Сегодня время информации и знаний. Достучаться к вашему продукту и понять его нужно пройти через призму понимания, как он работает. Пока человек не поймет, как это работает, ну, типа, знаешь, когда-то мы учились, как утюгом гладить. Пока человек сегодня не поймет, как это работает, он, по сути, не поверит в твой продукт, он его не купит. Такая у вас маркетинговая история? Даже глубже. Пока он не осознает свою проблему, и когда он не заморочится тем, что он начнет решать как-то свою проблему. Вот до этого момента мы ему не нужны совершенно. И именно поэтому мы так долго тестировали наши маркетинговые воронки, чтобы понять, как нам вообще к этой проблеме подъехать, как нам так подсветить человеку, как вот так подсветить предпринимателю, что те проблемы в бизнесе, которые у него происходят, происходят именно из-за финансового учета. И что потом мы можем этот финансовый учет ему закрыть в качестве нашего продукта. То есть предпринимателю кажется, что там продажи это самое важное, маркетинг это самое важное и так далее. То есть да, это самое важное, но если это не базируется на понимании базовых принципов финансового учета, то бизнес не получится. Из-за того, что вы можете продавать целый месяц, оборот будет большой. Но при этом затраты ваши будут больше, чем то, что вы получаете. А это можно увидеть спустя только какое-то время, например, спустя месяц. И вот у вас хлоп, кассовый разрыв. И это все получается из-за того, что да, маркетингу уделяется сколько-то времени, да, продажам уделяется сколько-то времени. И кажется, чтобы больше зарабатывать, нужно больше продавать. Но на самом деле, ну конечно же это так, но на самом деле, если ты не понимаешь своих затрат, если ты не контролируешь свои затраты. Каждый доллар куда перешел, куда вышел, кто должен, когда отдали. Хотя бы порядки. То есть мы не говорим про какие-то там, ну там, тончить можно везде, но не везде это обязательно. В финансовом учете, в данном случае, вообще проблемы предпринимателей в малом бизнесе, когда весь месяц работали, а к концу месяца нет денег. Весь месяц, допустим, работали, вроде бы и заказы, вроде бы и больше уже заказов. Оборот растет, а прибыль не растет или даже еще и уменьшается. Или, например, внезапно нечем заплатить за аренду. Допустим, там ваш поставщик или там ваш клиент задержал какую-то оплату вам. И соответственно, а вам нужно прямо здесь и сейчас деньги, а вы на них рассчитывали. А он говорит, блин, типа, сори, я никак не могу, через три месяца только смогу. И у вас кассовый разрыв. А из-за кассового разрыва умирает порядка 90% бизнесов. Особенно на ранних стадиях. Огромное количество примеров, когда вот предприниматели ставили себе финмап, начинали вести там учет и видели, что, например, в офисе какие-то слишком большие там затраты. Копнули, оказывается, сотрудник воровал. То есть типичная ситуация. И они это увидели просто в финансовом учете. Что интересно, получалось это как? Сотрудник подходил к одному собственнику, брал деньги на какие-то расходы. И к другому собственнику на такие же расходы брал деньги. И, соответственно, статья расходов другое была и никто не понимал, что там к чему лежит. Или, например, банально, очень классный пример производства. Столько там на складе, столько-то там, да? Да-да-да, более того. Кроме того, что понятно, сколько денег заморожено на складе, например, то какая была проблема с этой компанией, которая к нам пришла? Бизнес был более-менее прибыльный, но совсем чуть-чуть. Хотя при этом достаточно, ну, достаточно большой оборот был. Что вышло? Что они узнали, когда они поставили финмап? То, что большинство позиций, которые они продавали, они продавали себе в убыток. Но они этого не знали. Из-за того, что бизнес был более-менее прибыльный, Поэтому они особо не копали И было несколько изделий, то есть несколько групп товаров Которые были супер маржинальными И они покрывали все эти убытки С тех других товаров Они акцент поставили Да, они просто убрали вообще вот те все позиции И начали значительно больше зарабатывать От того, что начали значительно меньше делать Круто, то есть фокус Они сделали фокус на нужных вещах, которые приносят больше прибыли Они увидели, что происходит у них в деньгах Супер, классно Дай тогда какие-то рекомендации Дай какие-то вообще вот с чего начать Допустим, это человек начинающий И он, с чего ему начинать в целом Вот если он начинает развиваться Обязательно ли сегодня получать какое-то образование Мы не говорим про высшее образование Мы говорим сейчас полным-полно у нас онлайн образования На разную тему, как сажать вазончик Цветы, как по стукатуре То есть абсолютно разно Помогает ли это человеку, прежде чем он приступает к бизнесу Ты обучаешься? Я не то, что обучаюсь Я в постоянном процессе обучения Можно находиться по самообучению в своей внутри компании? Это тоже, да, такой учитель? Нет, я имею ввиду, это поглощение внешних знаний Однозначно, конечно Последняя программа, которую я прошел Это вообще была акселерационная программа от 500 Startups Это американский акселератор Мы учились там на протяжении пяти месяцев И это невероятно мощный фундамент, который мы сейчас используем в качестве новых подходов в бизнесе Почему мы туда шли учиться? Потому что наша ниша очень динамичная И нужно иметь знание вообще на острие Не тормозить На острие маркетинга На острие развития продукта и так далее То есть, ну, бизнес это вообще беспрерывное развитие Если ты не развиваешься, то ты просто скоро, твой бизнес закончится То есть, типа, стабильность она в постоянном развитии Скажем так Вот, обучение постоянное Я все время слушаю аудиокниги Я все время читаю Постоянно смотрю интервью Потому что из них я черпаю очень много интересного Когда ты выгораешь? Как ты не выгораешь? Я знаю, что ты постоянно у тебя там графики Ты расписываешь все себе там до микробов И иногда я, конечно, себя загоняю Я прям иногда ловлю себя Ну, то есть, понимаешь, я это уже ловлю постфактум То есть, тогда, когда я уже загнал Когда все, гайки Все, ничего не понял вообще, зачем это? Да, я понимаю, что, вау, типа, ну, это было слишком много На самом деле, я работаю постоянно и постоянно учусь То есть, ну, мне это нравится Так И в какой-то момент я не чувствую усталость Знаешь, типа, собака, которая кушает Вот, она, вот, пока там будет еда Она будет ее есть Точно так же, пока у меня есть работа И пока у меня есть какая-то учеба Я ее буду работать и учить, ну, бесконечно Поэтому, да, иногда меня врубает Мне нужно, там, хотя бы, там, выдохнуть хотя бы денек Чтобы как-то себя соорудить обратно Вот, я много работаю с психологом тоже Для того, чтобы как раз вот Мои эмоциональные вот напряжения Она помогала структурировать И повышать мою эффективность Потому что, ну, от того, в каком состоянии будет собственник бизнеса Так он и, ну, такой бизнес его и будет Точно Поэтому большая составляющая моей жизни Это психология Плюс жена мне по образованию, клинический психолог Это тоже очень сильно помогает Плюс она предприниматель Тоже с почти... Скольки летним опытом? Больше, чем 10 лет тоже опытом в предпринимательстве То есть у нас такая бизнес-семья Круто Вот, соответственно, мы вот как-то вот так вот на одной волне Какие у вас амбициозные цели на проект? Что вы вообще ждете год-два? Когда вы планируете? Вы увидели, что у вас конкурентов нет? На Украине точно, да? Ну, на самом деле, во всех нишах есть конкуренция Как бы там ни было Кто у вас конкурент? Кого вы видите? Я просто, ну, кто? Один С? Тоже, если мы говорим там про предпринимателей И про тех, кто начинает, допустим, какие-то ниши Не идите в те ниши, где нет конкуренции Потому что, потому что, скорее всего, там просто нету спроса Нету той боли, которую вы хотите решить Поэтому, если есть конкуренция, это хорошо Это должен быть не Алый океан, конечно же То есть, эта ниша не должна быть перегрета Вот, это важно Но то, что там должна быть конкуренция, это точно Потому что, хотя бы вы поймете, что, ну, это востребованная проблема Вот, соответственно, какие планы, что сейчас? Сейчас мы работаем в 12 странах Это в основном русскоязычные страны Аудитория основная Украина, Россия, Казахстан, Польша, Чехия Есть также у нас клиенты из Таиланда и из Индонезии В Прибалтике есть ряд клиентов и в Турции То есть, соответственно, это в основном та аудитория, до которой мы дотянулись таргетингом И до которой мы дотянулись, в основном, через интерфейс русскоязычный Потому что, ну, это то, с чего мы начинали Да, да Планы какие? В этом году, в 21 году Мы планируем рост в 10 раз Базируясь на наших предыдущих метриках И собирая как раз под этот рост команду И если мы говорим про какие-то среднесрочные планы То мы очень хотим выйти либо в Юго-Восточную Азию Либо в Латинскую Америку Либо в Африку Несколько советов Первое и самое важное, вы должны понимать, что в любом бизнесе финансовый учет Это залог здоровья компании Потому что деньги это кровь бизнеса И, соответственно, вам нужно правильно деньги считать Особенно на самом старте бизнеса Очень важно разделять личные деньги и деньги бизнеса Не только на старте В принципе, собственник, особенно если сам делает свою компанию Ему кажется, что все то, что он создал Это его деньги Соответственно, можно там с денег бизнеса купить себе зимнюю резину А потом откуда-то там, не знаю, из сейфа ездам принести И заплатить за зарплату своим сотрудникам Или там за аренду бизнесу Это в корне неправильно То есть первое, разделяйте личные деньги и деньги бизнеса Второе, конечно же, это постоянное самообразование То есть нужно постоянно учиться для того, чтобы применять какие-то вещи Для того, чтобы бизнес эволюционировал Чтобы было конкретное преимущество с точки зрения знаний и пониманий Которые вы, конечно же, не просто там вечно учитесь А еще и имплементируете в свою компанию Ну и команда То есть понимание базовых принципов бизнеса с точки зрения денег Потом второе, это постоянная эволюция как специалиста Как управленца, как предпринимателя Накапливать стек знаний, которые нужны для этого И, конечно же, это команда То есть я считаю, что бизнес делают те люди, которые находятся внутри То есть это не только заслуга самого собственника Это совокупно вклад всей команды Так, согласен И успех в большинстве случаев именно от этого и зависит Поэтому от того, как вы подберете этих людей От того, как вы будете с ними взаимодействовать Все супер зависит от того, где вы будете Есть такая классная фраза You are one fire or one hire from your success То есть типа, что это означает? Что вы... То есть одно увольнение или один найм Отделяет вас от вашего успеха Если вот говорим про упростить То, конечно же, нужно понимать, как нанимать людей И стараться в этом революционировать и подбирать правильную команду Очень важно Или увольнять неправильную Или увольнять тут же, да Даже обратная связь Потому что ты должен тут же видеть, что окей, он круто все Но опаздывает, не успевает, тормозит И мы проект где-то чуть из-за этого Ну то есть надо тоже это видеть И это нормальная вещь, это целый бизнес Так, друзья, ну в принципе у нас все Я очень доволен Поделитесь вы вообще в комментариях Саша наглядный пример того Как можно эволюционировать с мебельного С комфи и прочих-прочих-прочих-прочих Предпринимательской деятельности в IT То есть это не вчера он родился, встал и сказал Я IT-предприниматель и так далее Поэтому это важно понимать Что очень огромный труд, дисциплина, команда Опыт, ошибки И это до сегодняшнего дня у него продолжается Это не так, что у него закончилось Сейчас он сидит здесь, расслабленный И у него больше ничем ему заняться У него прописано все в графиках и так далее Сейчас только что начинается Вот, ну то есть это еще больше начинается Поэтому готовьтесь к тому, что у вас будут много ошибок Дисциплины, проблем, сложностей И только так можно построить предпринимательскую деятельность По-другому вы ее не построите все остальное сказки Подписывайтесь на канал, ставьте лайк Пишите комментарии До встречи в фильмах Всем спасибо, до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok